Сегодня краевые депутаты провели выездное совещание и обсудили проект строительства футбольного манежа. Напомню, сооружение стоимостью почти 2 миллиарда рублей должно появиться в советском районе города. Кроме того, законодатели обсудили эффективность расходования средств футбольным Енисеем. Напомню, недавняя проверка счетной палаты показала, деньги расходуются неэффективно. Зачем строить манеж именно в Зеленой Роще? Это лишь один из многочисленных вопросов, которые сегодня депутаты адресовали спортивным чиновникам и руководству Енисея. Это район среди аутсайдеров по рождаемости детей, и это в то время, когда власти говорят о развитии детского спорта. Комитет в целом поддерживает развитие спортивной инфраструктуры, но мы считаем, что в приоритете должно быть поддержка массового спорта и доступного спорта для людей. С этой точки зрения, планы, когда представляются дорогостоящие вложения, но только в то, чтобы создать базу для команды мастеров, это неправильно. Чиновники сослались на то, что именно в этом районе исторически заложена футбольная база Красноярска. К тому же земля здесь краевая, поэтому получить ее было гораздо легче. Сам манеж по плану должен быть построен за два года, то есть не раньше 2014-го. Возводить объект площадью 29 тысяч квадратных метров хотят по канадской технологии. Канадская технология – это скорость, это заводское изготовление и возможность строительства здания, пять метров погонных здания, кровля, крыши, стены за сутки. Вновь затягивать со стройкой футбольного комплекса сейчас смерти подобно. Край в таком случае рискует потерять 700 миллионов, которые на условиях софинансирования должен выделить федеральный центр. Причем начать возводить объект мы должны уже в ближайшие месяцы. При той структуре проведения чемпионатов России, которая сейчас будет со следующего года, то есть осень-весна, мы, конечно, не можем играть в первом дивизионе без такого футбольного манежа. Но играть без зрителей, допустим, тоже невозможно. Поэтому этот манеж рассчитан на три тысячи мест. Откуда наскрести еще больше миллиарда, сегодня, похоже, не знают ни депутаты, ни чиновники. Дефицит краевого бюджета в этом году составляет почти 25 миллиардов рублей. Президент сказал, что вернуть налогообложение на территории. И на сегодняшний день, если, например, русал вернет на территорию Красноярского края налоги КРАЗа, я думаю, что эти есть 18-20 миллиардов рублей. В ходе заседания говорили и о тратах на красноярский спорт. По мнению руководства счетной палаты края, деньги футбольный Ненесей в последние годы расходуют неэффективно. Например, английский газон, приобретенный в 2008-м, прослужил спортсменам чуть более года. И это при гарантии на покрытие в 10 лет и стоимости почти 7 миллионов рублей. Претензии у нас были непосредственно к министерству об экономном расходовании тех средств, которые уже вложены. И, соответственно, создание структур, которые должны непосредственно заниматься и наблюдать за тем имуществом, за которое платятся колоссальные деньги. В министерстве спорта уверены, если искусственные газоны эксплуатировать в соответствии с требованиями производителя, эффекта от них будет ничтожно мало. Мы видим, что амортизация этого футбольного газона была почти на 300%. Да, он пришел в состояние, что нужно было его менять только в связи с большой амортизацией. А значит, с популярностью вида спорта, значит, с востребованностью горожан и детей, которые занимались на этих полях. Напомню, несколько недель назад делом о строительстве манежа заинтересовались красноярские антимонопольщики. Объекты отдали тогда москвичам без торгов, а ведь еще в январе проводился конкурс на возведение данного объекта для Енисей, и тогда его признали несостоявшимся. Что касается итогов сегодняшнего заседания, то депутаты поручили министерству спорта предоставить четкую программу комплексного развития спорта в крае на ближайшие годы. По мнению народных избранников, нынешняя работа министерства бессистемна и не дает ожидаемого эффекта. Кроме того, до 14 апреля футбольный клуб Енисей должен предоставить законодательное собрание документы, в которых обосновано строительство футбольного манежа в советском районе города. Телефон для ваших сообщений прежний 292-5504. Звоните мне или пишите на сайт afontova.ru. Сергей Кузовков, Алексей Егоров, Афонтова. Новости.